Девушки отдыхают 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 документ из архива Министерства обороны. Разведсводка номер 041. Она датирована 29 октября 1942 года. В штаб 2-й гвардейской дивизии пришло сообщение. Горная площадка используется немцами для посадки самолета Фокке-Вульф, который, по словам жителей, производит ежедневные посадки. Но кого и зачем привозил немецкий грузовой самолет в октябре 1942 года сюда, в предгорье Эльбруса? У них здесь работала их организация, как она, ННРБ. Искали вход в Шамбалу. Я так иногда прикидывал на территорию богов, простому смертному. Даже странно как-то это слышать. Не каждый вот так думает, туда пустят. В 1925 году для личной охраны Адольфа Гитлера были созданы особые отряды СС. Организация была сформирована по принципу рыцарского ордена Средневековья. Только не христианского. Праздники здесь отмечались по руническому зодиакальному кругу. Главным был день летнего солнцестояния. Основной ритуал поклонение огню. Бойцы носили черные лыжные кепки с серебристым изображением черепа и скрещенных костей. Так называемой мертвой головы, которая символизировала готовность защищать своего вождя от внешних и внутренних врагов ценой собственной жизни. Они, когда готовили завоевание мира, они привлекали для этого не только обычные, скажем так, силы, но так как команда Адольфа Гитлера была помешана в том числе и на потусторонних всевозможных вещах, вот все, что можно было, как говорится, все для фронта, все для победы, они использовали тоже. В 1937 году в состав отрядов СС вошло общество Анненербе, в переводе с немецкого наследие предков. Новое подразделение возглавил сам Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС. Изначально члены этой организации занимались сбором фактов в поддержку теории расового превосходства германцев. Но была и другая тайная миссия. Тогда же послужа земля была полая. Кстати, в этой полой земле внутри тоже живут люди. Там и были потомки древних арии, древних атлантов. Атланты и породили вот этих арии. Доподлинно известно, что фашистская Германия вела сразу две войны. В то время, как официальные сводки с фронтов рассказывали о достижениях армии на Восточном фронте, секретные подразделения СС вели невидимую войну за обладание так называемыми местами силы. Экспедиция собиралась очень долго. В 1942 году она должна была состояться. Эльбрус в идеологии нацистов занимал особое место. Священная гора Ариев. Здесь находится вход в параллельный мир. А верхушка Третьего Рейха была одержима идеей контакта со своими предками ариями. Они искали вход в шамбул. Более того, они не только знаниями обладают, это как бы соединение наземного и подземного миров, которое позволит немцам утвердить свое мировое господство. Эльбрус для нацистов стал заветной целью. Сакральная идея священной войны за обладание сверхоружием. Адольф Гитлер всерьез рассчитывал заручиться поддержкой предков и получить от них знания для создания сокрушительной мощи, при помощи которой он сможет поработить весь мир. По легендам тот, кто находит вход в неявный мир, там, где живут духи, имеет право попросить помощи у духов и героев, ну и, соответственно, богов. Но для этого Адольфу Гитлеру требовалось найти врата, открывающие дорогу в параллельный мир. Это и была собственно главная задача работа на Нерпе. Вот поиск, выход в параллельные миры. Но как найти эти врата? На вершине горы Эльбрус, согласно мифам, стоял трон, где восседал Один, верховный бог германцев. Внутри горы находилось место силы, врата, ведущие в страну богов, расположенную в параллельном измерении. Но чтобы пробраться к ним, сперва нужно было преодолеть каменные лабиринты. Найти их означало обрести всемогущество. Здесь, на Кавказе, немцы искали не только свои корни, они искали так называемое мифологическое или абсолютное оружие. Что такое абсолютное оружие? Абсолютное оружие в человеческом, в людском понимании, это то, что мы понимаем под понятием ад. Вот это мифическое оружие, они были уверены, что спрятано здесь, в одной из пещер или в одной из столин. Наша программа отправилась в Кабардино-Балкарию по следам экспедиции Анненербе. И эсэсовцы в 42-м и мы сейчас ищем лабиринт по преданию ведущий ко входу в параллельный мир. Наша цель плато у подножия Эльбруса. Жители окрестных аулов многое могут рассказать о странностях этого места. Аномальная зона, земная чакра еще называют очень интересное само по себе место. У каждого там свои ощущения. Насколько человек готов попасть в такое место, как еще их называют сакральное, настолько ему и дается. О том, что на этом высокогорном плато происходят различные необъяснимые вещи, местные жители знают не понаслышке. Жительница Нальчика Залин Мухаметова с содроганием вспоминает невероятное происшествие, случившееся с ней несколько лет назад во время обычной школьной экскурсии. Вот мы короче приехали все, ну природа не природа, я с фотоаппаратом естественно хожу, фотографирую все, увидела вход в пещеру. В пещере было душно, кружилась голова и на мгновение девушке показалось, что она внезапно переместилась в свой родной дом в Нальчике за 200 километров. Очтилась у себя в комнате. Салин чуть с ума не сошла от страха. Возможно ли, что все это правда? Она телепортировалась. Я закрываю глаза и снова возвращаюсь, минут пять прошло, возвращаюсь, думаю, может мне что-то почудилось. Спонтанная телепортация звучит невероятно, но такие же истории нам приходилось слышать от самых разных жителей Кабардино-Балкарии. Неужели на высокогорном плато у самого подножия ледников Эльбруса есть место, где возможна телепортация? И именно это место искала экспедиция Адольфа Гитлера. Далее в программе сенсационные находки экспедиции программы Тайны мира. То, что спрятали от нас представители прошлых поколений, истинные причины битвы за Кавказ. Соединение наземного и подземного миров. Секретная экспедиция СС. Ощущается физически телом, что вы проходите сквозь что-то. Я раскрою все тайны. Из Нальчика маршрут нашей экспедиции пролегает по Баксанскому ущелью до поселка Эльбрус. Село Заюково расположено в самом начале ущелья. Здесь на склоне горы местные жители то и дело находят необычные артефакты. Я заметил этот жор 28 октября 42 года написано. Огромный камень с изображением свастики. На замшелом Баку выбито число месяц и год. 28 10 1942 год. Первое предположение надпись была нанесена гораздо позже. Но жители села Заюково которые обнаружили его уверены в обратном. Дата указанная на камне возможно не случайно. 28 октября 1942 года. В этот день в результате кровопролитных боев немцами был взят город Нальчик. Как известно в августе 42 немцы уже были в Камрине Балкарии. В этом месте где мы находимся шли напряженнейшие бои с фашистскими захватчиками. Можно сделать предположение немцы оставляли эти метки не просто так а в качестве своеобразных тучек по которым потом будет удобно прокладывать маршрут. Возможно проследовать нам 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 удастся выйти к конечной цели СС. Что-то немецкие исследователи немецкие солдаты фашисты здесь искали. И вот эти поиски в архиве в интернете привели к тому что мы обратили внимание что очень долгое время сюда готовилась знаменитая экспедиция Аненерго. 5 апреля 1942 года Гитлер подписал директиву в которой поставил своим войскам задачу в кратчайший срок овладеть Кавказом. План операции получил кодовое название Эдельвейс. Элитные горно-стрелковые дивизии прошедшие спецподготовку в горах Баварии были брошены на покорение советского Кавказа. Кавказ который в 1942 году стал одной из стратегических целей наступления это прежде всего бакинская нефть это и производство хлеба они рассчитывали что это будет стратегический резерв. В августе 1942 года немецкие войска взяли Моздок и вышли к главному Кавказскому хребту. Гитлер объявил что Советский Союз стоит на грани краха Сталин в ответ издает знаменитый приказ ни шагу назад. Под непрерывными ударами немецких войск остатки армии Южного фронта медленно уходили на восток. На пути гитлеровской армии к Каспийской нефти оставался только один крупный город Владикавказ. Казалось судьба сражения предрешена. Баку срочно готовился к эвакуации. Покинская нефть это был главный фактор потеря нефтяносного района для региона для Красной Армии для Советского Союза также была катастрофа. В этот момент немецкое командование принимает странные решения. 49-й горнострелковый корпус генерала Конрада и его первую горнострелковую дивизию гордость вермахта укомплектованную коренными жителями горных районов Южной Германии Баварии и Австрии неожиданно перебрасывают на главный Кавказский хребет. Цель операции Эльбрус. С точки зрения военной стратегии этот шаг немецкого командования не поддавался никакому объяснению. 40-тысячный корпус переброшен на покорение горы Эльбрус которая не имеет никакого военного значения. Более того немцы теряли завоеванное. Есть мнение что истинные причины такого решения находятся за гранью привычной логики. Рассматривали вот эти районы Северного Кавказа как одну из мистических прародин Ариев и поэтому вот эта особая мистическая территория она должна была быть взята под контроль. 21 августа 1942 года трое альпинистов из передового отряда альпийских стрелков водрузили на двуглавой вершине священной горы Ариев два черно-красных штандарта со свастикой. Совершая этот странный маневр немецкое командование фактически добровольно сдает советским войскам уже завоеванные территории. Победа в Кавказской кампании которая уже была у вермахта в кармане упущена. Этот непонятный маневр помог бойцам советской армии отстоять Владикавказ. Инициатива перешла Красной армии. Вермахт начинает терпеть поражение. Дивизия Эльвейс работала в Северном Кавказе и прикрывала как нам говорят она хотела взять перевалы Эльбрус и так далее. В большей степени дивизия Эльвейс прикрывала исследования спецподразделений и спецпрограммы глубоко генетистской разведки. Со взятием Эльбруса казалась миссия ННР близка к завершению. Немецкое командование делает все возможное чтобы обезопасить вершину от возможной контратаки. Организована мощная оборона. Снайперы несут круглосуточное дежурство. Ночью подступы к позициям освещались ракетами. Позиции артиллерии и система заградительного огня. Колоссальная мощь была собрана здесь для охраны единственной тропы к труднодоступной вершине. Далее в программе секретная лаборатория СС на Эльбрусе. Это место называется немецкий аэродром. Эксперимент не имеющий аналогов в истории. Они владели приемами телепортации. Что охраняет вход в параллельный мир? Фактически сетка из свастей. Из очень тоненьких свастей. Я расстрою все тайны. Экспедиция программы тайны мира по следам аненербов при Эльбрусе продолжается. Миновав Баксанское ущелье наши корреспонденты оказываются на дороге ведущей к подножию Эльбруса. Впереди подъем к сакральной вершине Арифа. 2800 метров над уровнем моря. Неожиданно посреди гористых изломов крутых скал взгляду открывается совершенно ровная площадка. Ее размеры 1500 на 800 метров. Удивительно это в точности соответствует параметрам взлетной полосы времен Великой Отечественной войны. Наш кукурузник до сих пор может запросто прилететь и сесть на эту поляну. До 90-го года сюда привозили туристов этих альпинистов. Такие аэродромы в горах образуются на местах древних ледниковых озер со временем заносимых обломками камней и песком. Открытость рельефа создает прекрасные условия для подлетов а благоприятная роза ветров делает плато в урочище Джил-Ису пригодным для авиации. Во время Великой Отечественной войны здесь приземлялись немецкие самолеты пастухи которые уже довольно-таки взрослые и в горы не поднимаются они говорили что еще были какие-то типа построек что-то небольших таких гараж как они называются сарай ангары для того чтобы что-то там наверное складывать и вот с тех пор это место так и называется немецкий аэродром вероятно это и есть то самое плато куда в октябре 1942 года мог совершить посадку нацистский самолет фоке вульф с тибетскими монахами на борту с немецкого аэродрома дальше вверх к вершине Эльбруса поднимается крутая тропа говорят что она проходит через аномальную зону местные жители считают что на ней расположена так называемая чакра земли место с невероятно высокой энергетикой буквально недели три назад возвращался снизу с джилусу выходил на эту поляну к серебряному источнику между вершин Эльбруса погода хорошая была звездная светящийся шар вылетел ну может он видится вот таким на большом расстоянии прошел в ту сторону зашел за облака и больше его как говорится не видел замечено в таких местах часто происходят различные физические аномалии меняется сила гравитации нередки случаи психологического воздействия люди чувствуют тревогу или впадают в истерику тут эта плита лопнутая на крест с крестом обычно его обходят через него не ходят женщинами с некоторыми бывает они даже когда ложатся кричать начинают их оттуда забирают что я видела не знаю ну что-то страшно было в фашистской германии были уверены такие места это вход в параллель мир поиском и разработкой таких феноменов только в ннр занималось около 7 тысяч человек известные археологи антропологи биологи генетики многие из них нобелевские лауреаты все было подчинено одной идее выйти на связь с параллельным миром с миром богов эти работы курировал лично рейхслейтер Альфред Розенберг подразделение рейхслейтера Розенберг занималось поиском мест силы мест перехода даже не телепортально а местами перехода и в параллельные миры но чтобы найти надо знать что искать в германских языческих верованиях которые легли в основу идеологии нацистов присутствуют скупые упоминания о том что внутри священной горы Ариев находится вход в иной мир в поисках тоннеля для телепортации институтом АННРБ было организовано множество экспедиций по всему свету в то время вообще по всему миру они искали занимались проблемой лабиринтов как раз искали вход в первую очередь интерес нацистов был направлен на восток особенно пристальное внимание уделялось загадочному Тибету затерянная в горах страна долгое время оставалось закрытой для европейцев у Третьего Рейха и Тибета как выяснилось было много общего и не только обратные свастики в символике оба государства придерживались концепции монорасового общества но для нацистов было важно что основные религии которые исповедовали жители Тибета буддизм и древняя религия тибетцев Бон имелись хуже с языческими представлениями об устройстве мира как у древних германцев так и у тибетцев присутствовал культ почитания священной горы на вершине которой восседает верховное божество арии поклонялись Эльбрусу а жители Тибета горе Кайлас представители всех конфессий Тибета уверены Кайлас непростая гора здесь живут хранители знания отсюда на землю спускаются учителя и мессии в ней находится вход в город богов Шамбалу но в отличие от нацистов священнослужители Тибета похоже знали как проникнуть по ту сторону видимого мира в одном месте вы чувствуете что вы переходите как некую границу то есть вы ее пересекаете потому что ощущается физически телом что вы проходите сквозь что-то и проходя сквозь эту стену вы как будто ощущаете внутренне что вы проходите ну вот знаете как будто вы выходите из помещения с теплым воздухом на холод или наоборот вот что-то наподобие как будто перепад давления это очень трудно объяснить но это некое физическое как будто препятствие которое вы преодолеваете гора гора Кайлас имеет высоту 6666 метров не самая высокая и с виду не самая сложная для восхождения но до сих пор никто так и не одолел эту вершину врач врач и знаток восточных практик Юрий Захаров единственный человек в мире которому удалось почти дойти до ее вершины с одной стороны да действительно нет никаких противопоказаний для восхождения нет никаких официальных запретов ничего этого нет но есть такая очень тонкая грань политическая там возможен социальный взрыв который может быть спровоцирован какими-нибудь религиозными фанатиками которые просто поднимут народ скажут вот смотрите там этого делать нельзя для того чтобы осуществить восхождение Юрий Захаров прибег к маленькой хитрости Захаров смог убедить местную администрацию в том что ему нужно заняться медитацией у подножия самой горы Кайлас и на ее склонах но вместо медитаций и упражнений он втайне от властей начал рискованное восхождение путь был не из легких начались вещи и в самом деле необъяснимые шары и плазмы проявлявшиеся как будто из пустоты и явно реагировавшие на жесты и реплики людей светящаяся сеть свастик в ночных небесах над снежным пиком временами казалось сам воздух священной горы создавал непреодолимую преграду для альпинистов то есть это фактически сетка из свастик из очень тоненьких свастик очень трудно объяснить можно только примерно рассказать как это глаз воспринимает очень скоро погодные условия стали невыносимыми пошел крупный град покорение вершины пришлось отложить Юрию Захарову удалось взобраться на высоту 6300 метров дальше гора его не пустела что за тайны скрываются на вершине гордого великана далее в программе экспедиция СС на Тибет Тибет был практически недоступен в поисках сакральных знаний пытался переломить ход войны буддистские монахи на службе СС от Гитлера Далай-Лами от Далай-Лами к Гитлеру я раскрою все тайны 1938 год Тибет орнитолог увлеченный исследователь Тибета и по совместительству штурмбанфюрер СС Эрнст Шефер организовывает экспедицию на Тибет перед пятью исследователями институт ННРБ ставит задачу провести антропологические исследования с целью найти корни древних ариев в таинственной стране в поездке принимает участие и кинооператор вот кадры отсняты им хроники кадры посвящены еще таким антропологическим проблемам то есть вот снимают маску с Тибетца измеряют ему череп одна из версий сравнивала связывала те народы которые считались арийскими во времена Гитлера как ни странно с Тибетом и поэтому вот все эти измерения лиц Тибетцев все это было призвано доказать некую некую связь и некое родство в действительности команда Эрнста Шефера имела тайное задание СС поиск сакральных знаний которые позволят перемещаться в другие миры для этого ученые и агенты СС фиксируют на кинопленку все нюансы тибетских ритуалов и магических практик вот буру вызывает злых духов этот медиум входит в транс а этот исполняет танцы монахов религии бон 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 древние 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 тексты не ускользнули от их внимания считается что эффект мантр произносимых в трансе достигается за счет акустического резонанса определенные звуки и частоты по мнению тибетцев помогают заклинателю настроиться на лад нужный для общения с тем эленовым духом на тибете адептов религии бон считают лучшими в практиках общения с потусторонними силами водили приемами телепортации то есть переходы в иные миры скажем так в параллельные миры не перемещение с места на место как сейчас подразумевается телепортация а переходы в мир параллельный спустя месяц упорной работы Эрнст Шефер с коллегами прибыл в столицу Тибета город Алхасу их встретил лично регент Тибета Кватухту вместе с монахами которые несли знамена с обратной свастикой агенты СС промаршировали по улицам священного города те годы надо отдавать себе отчет что Тибет был практически недоступен для европейцев но вот каким-то образом эсэсовская экспедиция Шефера прошла регент Тибета Кватухту не скрывал своей симпатии к фашистскому режиму и поддерживал идею строительства монорасового государства благодаря такому гостеприимному расположению немецкая экспедиция не только посетила священные монастыри Тибета но и смогла получить полное собрание буддистских религиозных текстов после трех месяцев упорной работы в Тибете экспедиция Эрнста Шефера вернулась в Германию доподлинно неизвестно какие сакральные знания из Тибета они привезли обратно в Третий Рейх но исследователи были встречены как национальные герои Генрих Гиммлер лично вручил Эрнсту Шеферу кольцо мертвая голова и почетный меч СС первый Рейх который вступил на историческую землю Рейх прародины который принес знание нового учения который принес доказательства того чего они слышали и читали разве он не достойен высокой награды Рейх в РСС спустя полгода после возвращения экспедиции Шефера из Лхаси в Берлин приехала большая группа тибетских монахов Это был своего рода ответный визит Среди прибывших были и ламы Их специально отправили в нацистскую Германию Они очень подружились передали письмо от Гитлера Далай-Лами от Далай-Ламы к Гитлеру что часть монахов приехала к ним Тибетские монахи составили костяк личной охраны Гитлера Воины Шамбалы так их прозвали в генштабе Вермахта Но у монахов было и еще одно предназначение Они снабжали ученых из ННРБ сведениями приобщали немцев к сакральным знаниям тем самым которые были так необходимы нацистам для перемещения между мирами Высота 3500 метров Экспедиция программы Тайны мира выходит к подножию ледников горы Эльбрус Сквозь густой туман проступают очертания каменных столбов обточенных ветром Из-за их причудливой формы альпинисты называют это место Поляны Грибов Именно здесь ночью 29 октября 1942 года тибетские монахи вместе с офицерами СС провели мистические ритуалы Их целью было открыть вход в мир богов Я думаю что древние могли использовать такие места для телепортации перехода в другую измерение Сейчас много появляется фактов это подтверждающих Местные жители верят что именно здесь находится чакра земли Вот она Аккуратно выложенный из камня круг Многие утверждают что находясь в центре чувствуешь всем телом невероятно мощный энергетический поток И земная чакра ее называют и прямая связь с богом кого-то как на волнах хачает кто-то просто постоит уходит а потом спустит и говорит нет все-таки там что-то было А этот курган местные называют могилой лам Возможно под ним захоронены те самые тибетские монахи прилетевшие сюда в ночь на 29 октября 1942 года вместе с офицерами СС Какую тайну они унесли с собой в могилу На Кавказ они пошли вот именно с этой целью чтобы здесь отработать вот эту свою версию насчет Шамбала Но чем закончился эксперимент Удалось ли монахам открыть путь в страну богов Остались лишь немногочисленные свидетельства того что происходило осенью 1942 года на Эльбрусе Далее в программе Вершина Эльбруса Здесь небо можно коснуться рукой Прямая связь с богом Почему отряды СС это не нашли Не хватило времени Обнаружила экспедиция программы тайны мира Сейчас мы работаем на глубине 80 метров но это еще не конец пути Я раскрою все тайны В 1939 году к работе в ННРБ была подключена тибетская секта Агарти практикующая черную магию нацисты начали посылать многочисленные экспедиции в Тибет это продолжалось вплоть до 1943 года их целью было найти в загадочной стране Шамбали арийских предков и установить с ними связь чтобы создать сокрушительное оружие Существует некая некая раса богоподобных людей как считали вот эти оккультисты это конечно был оккультный взгляд на вещи Секта Агарти которую эсэсовцы называли обществом зеленых людей образовало в рамках АННРБ эсэсовский черный орден лидеры этого ордена и руководители гестапо были обязаны обучаться на курсах медитации оккультизма и магии самые опытные медиумы выбирались для общения с далекими предками арии Гитлер таким образом наверное пытался переломить ход войны даже есть такая точка зрения вот что посредством магии что-то можно было бы изменить октябрь 1942 года Пятигорск в город прибывает глава оккультной разведки эсэс рейхсляйтер Альфред Розенберг отсюда открывается прекрасный вид на двойную вершину Эльбруса Розенберг спокоен и уверен в себе этого часа он ждал долгих семь лет что же должно было произойти в ту октябрьскую ночь 1942 года у подножия Эльбруса у священной горы Арии если внимательно изучить немногочисленные свидетельства местных жителей дошедшие до нас может сложиться впечатление что в эту ночь на горе Эльбрус происходило странное мистическое действие возможно нацисты с помощью тибетских монахов пытались открыть вход в параллельный мир осуществить свою заветную мечту проникнуть в страну богов доказатели опровергнуть это сейчас невозможно следующая цель экспедиции село Заюково там нами были обнаружены уникальные артефакты камни с изображением свастики такие метки спецы СС оставляли для обозначения зоны поисков но что хотели они найти местная легенда гласит что где-то здесь спрятан вход в подземный город они искали вход в так называемую шамбалу чтобы дойти до зала хроники до зала знаний в селе Заюково мы разыскали альпиниста и исследователя Артура Жемухова и вместе с ним отправляемся на поиски входа в подземный город по словам Артура он уже спускался в пещеру которая ведет куда-то глубоко под землю сейчас мы работаем на глубине 80 метров но это еще не конец пути если наши догадки и наши расчеты подтвердятся то тогда станет понятным что основной целью поиска Аненерба было найти чашу Грааля которая давала безграничную силу и власть над миром возможно именно этот подземный ход искали спецы СС из подразделения Аненербе во время своей экспедиции в 1942 году вход в параллельный мир приближаясь к точке становится понятно немцы находились буквально в нескольких шагах от пещеры но так и не нашли ее цели которые преследовал Аненерба они свои не достигли они не смогли им не хватило времени потому что по тем датам по тем репертным точкам которые вот перед вами которые еще в ущелье Урды на Тезильском Плато эти точки кончаются 16 ноября то есть уже выпал снег уже невозможно было отыскать то что мы как считаем нашли и то что как они искали найденная нами пещера не была случайным разломом в земле по всем внешним признакам она была кем-то аккуратно и качественно сделана стены подземного хода идеально ровные и гладкие они выложены из больших гранитных блоков четко подогнанных друг к другу четко видно вот она кладка ничего вот она кладка одна вторая вот кидаю вот 4-5 секунд ствол штольни опускается вертикально вниз Артур Жемухов однажды уже пытался измерить его глубину 80 метров тогда на свой страх и риск он решился на спуск внизу исследователь обнаружил большую комнату вот фотографии которые он там сделал огромные помещения от которых отходят длинные коридоры и дальше вновь все глубже спускаются штольни дальше уже расходятся дорожки вправо и влево пришлось выбрать оттуда замковый камень для того чтобы уже пройти вниз дальше и вот со второй ступени начинается самая интересная ее искусственная часть так 70-80 метров и самое интересное посмотрите кадры там уже как из плит сделано как будто кладка полностью но не кирпичная облочная а вот самом низу свод полукругом сам вход в штольню находится под культурным слоем земли его возраст несколько тысяч лет это косвенно может указывать на время строительства шахты кто мог быть автором этих строений в такой древности что у нас там ждет сказать сложно возможно там пещера возможно там какие-то таинственные знания возможно там то что спрятали от нас представители прошлых поколений прошлых цивилизаций в радиусе нескольких километров удалось обнаружить еще пять аналогичных рукотворных пещер скорее всего они соединены общей подземной системой но куда она ведет и для чего служит определенно мы нашли именно то что искали спецы СС из подразделения ННРБ во время экспедиции 1942 года вход в лабиринт но ведет ли он ко входу в параллельный мир программа тайны мира вместе с профессиональными спелеологами спустится в пещеру и ответит на этот вопрос окончание уникального эксперимента через месяц на телеканале РЕН Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Редактор субтитров